Прилетел еще один творческий лепесток. Международный фестиваль детских музыкальных театров «Цветик-семицветик» впервые состоялся во Всероссийском детском центре «Орленок». Более 300 участников театральных, хоровых, танцевальных, цирковых коллективов, вокальных ансамблей со всей страны прилетели в «Орленок», чтобы показать свое мастерство в различных жанрах музыкально-театрального искусства. За творчеством юных исполнителей наблюдал наш корреспондент. Волшебный сказочный цветок распустил свои лепестки там, где детство не кончается никогда. Международный фестиваль собрал под сводами зала Дворца культуры и спорта 60 творческих коллективов. Географии участников от Москвы до Владивостока. Смотреть юных певцов, театралов, танцоров приехали звезды российского телевидения, театра и кино, люди за плечами которых сотни созданных детских проектов. Все те, кто на этой сцене, я уверен, не будут слишком строги, будут к вам внимательны, к тому, что вы хотите сказать на сцене, в искусстве, в творчестве. Президент фестиваля Александр Олешко, будучи ребенком, и подумать не мог о подобном празднике детского творчества. В моем детстве был телевизор в городе Кишиневе, я с завистью смотрел на то, как где-то кто-то в каких-нибудь пионерских багерях отдыхает, празднует, танцует. Но если бы были такие фестивали, я уверяю, что я бы в них участвовал бы, в общем, по-первых, уже зов уже называется. Цветик-семицветик создали для поддержки одаренной творческой молодежи. Победители конкурса помимо дипломов и статуэток получат возможности для реализации творческого потенциала, обучение в детской академии телевидения Останкино, право выступать на главных концертных площадках Москвы, отдых в Орленке на смену Цветик-семицветик. Ансамбль танца «Витаминки» начал готовиться задолго до открытия фестиваля. Во время выступления руководитель ансамбля Галина Кучина предпочитает находиться рядом с детьми. А у меня примета есть такая, как только стоит спуститься мне в зал, что-нибудь происходит на сцене, и поэтому я привыкла находиться рядом с детьми во время выступления, я там себя чувствую намного комфортнее, чем в зале. Фестиваль включает в себя 8 номинаций. Это театр танца, песни, нот, музыки, театр одного актера, драматический театр, раус-театр и лепесток надежды. В последней номинации выступает творческий коллектив «Ангелы надежды». Это обычные дети с необычными возможностями. Практически все они плохо слышат или не слышат вообще, но это не мешает им заниматься танцами. На одной сцене они выступают со звездами отечественной эстрады. За 10 лет существование команда «Ангелы надежды» доказало – дети с нарушениями слуха ничем не отличаются от обычных. Дети прекрасно читают по губам, и они прекрасно это могут делать. Плюс мы уже достаточно давно вместе, мы уже вместе два года, и любая моя мимика лица, уже все понятно, что куда. Плюс основные жесты, которые нужны при общении, ну глобальные. Я знаю, мы общаемся и таким способом. Восхищаясь мужеством людей, детей, людей с ограниченными какими-то возможностями, да, я бы не стала их делить, потому что они, ну, наравне со всеми, а чем они хуже, чем какой-то коллектив здесь выступающий. Абсолютно профессионально, это дело не в какой-то жалости, сочувствии с ними. Люди профессионально работают, чем заслуживают огромное уважение, вот с моей стороны и со стороны моих коллег. Цветик-семицветик распахнул свои лепестки для всех желающих. Каждая творческая встреча для мальчишек и девчонок – это праздник, а встреча на планете детства – праздник особый. Кирилл Асанов, Тимур Баташев, Роман Петров, телеканал Орленок ТВ. Кирилл Асанов, Тимур Баташев, Роман Петров, телеканал Орленок ТВ.